Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы студенты 8 группы 4 курса лечебного факультета Саратовского государственного медицинского университета имени Василия Ивановича Разумовского, Полиданов Максим Андреевич, Кондрашкина Ивановна Евгеньевича, Блохин Григорьевич Сергеевич, Ситникова Кристина Владимировна, Ерошина Илька Дмитриевна, под руководством доктора медицинских наук, профессора Дубошина Затяны Борисовны, представим вам доклад на тему «Вклад Василия Ивановича Разумовского в развитии териоидной хирургии». Несмотря на широкое распространение патологий щитовидной железы и частое применение хирургического метода для лечения этой группы пациентов, приоритет отечественных хирургов и становление отечественной эндокринной хирургии изучено недостаточно. Особый интерес для нас представляет Василий Иванович Разумовский, потому что он был одним из основателей и первым ректором Саратовского государственного университета. Именно его работа в Саратовском государственном медицинском университете дала основу для того, чтобы наша школа эндокринной хирургии стала одной из первых в России. Целью нашего исследования явилось изучение вклада выдающегося российского хирурга Василия Ивановича Разумовского в развитие хирургии щитовидной железы. Разумовский Василий Иванович – русский хирург, доктор медицинских наук, герой труда. В 1880 году окончил Казанский государственный университет. С 1887 года – профессор хирургии Казанского государственного университета. Василий Иванович Разумовский был одним из основателей и первым ректором Саратовского государственного медицинского университета, ректором Белисского государственного университета и первым ректором Бакинского государственного университета. В 1903 году профессором Василием Ивановичем Разумовским была опубликована первая монография по щитовидной железе в России В этом пособии Василий Иванович Разумовский использовал самую современную информацию из отечественных и иностранных публикаций того времени, а также описывал собственный опыт лечения больных узловыми формами зоба, болезнью Грейвса и злокачественными новообразованиями щитовидной железы. Василий Иванович первым в России в начале 20 века провел операцию на центральной нервной системе по поводу корковой эпилепсии. Он разработал методику алкоголизации ткани, которую использовал при операции на нервных стволах, веществе головного мозга, при варикозном расширении вен, а также оригинальные методы костопластической ампутации стопы. В осмыслении теории и практики хирургии щитовидной железы Разумовский Василий Иванович внес огромный вклад, который был оценен и использован не только отечественным хирургам, но и зарубежными врачами. Основными показаниями к хирургическому лечению больных зобом Василий Иванович считал ограниченные расстройства функций соседних органов. На сегодняшний день в России остались те же показания к хирургическому лечению болезни щитовидной железы, хоть прошло более 100 лет. Разумовский Василий Иванович весьма точно поставил показания к операции, только в современной хирургии они конкретизируются в связи с значительными изменениями в методах диагностики и совершенствованием хирургических инструментов. При описании методов лечения больных зобом Василий Иванович Разумовский оставлял крайне негативные отзывы об инъекционных методах. Василий Иванович Разумовский высказывал мнение, что данный метод небезопасен из-за возможной эмболии, крайне неудобен для последующих операций из-за возникновения спаек с окружающими тканями и нерадикали, так как вероятность появления рецидивов крайне высока. На тот момент Василий Иванович Разумовский был абсолютно прав, однако в наше время инъекционные методы применяются в России по особым показаниям и производятся под контролем УЗИ. Василий Иванович наставил на том, что при операции необходимо уводить пациента в общий наркоз. Несмотря на то, что такие известные хирурги, как Кохер и Айзенберг, были категорически против применения наркоза, в те времена применение общей анестезии приводило к серьезным изменениям в жизни на важной системе организма, а в некоторых случаях их внезапной смерти. Разумовский, Василий Иванович, как и Пирогов Николай Иванович, понимал, что заучен анестезией – будущее. Василий Иванович четко осознавал, что под общим наркозом можно производить гораздо более обширные операции, чем под местной анестезией. Василий Иванович Разумовский успешно провел ряд операций, которые рекомендовались зарубежными хирургами, преимущественно из Германии, приобретая богатый опыт. Этими операциями являлись экстерпация и эстромактомия. В период поток экстерпации и эстромактомии понимали удаление лишь измененной части щитовидной железы. В наше время термин эстромактомии является устаревшим. Энуплиация, удаление зол щитовидной железы, вычеркивание зоба, дислокация зоба, перемещение щитовидной железы под кожу или мышцу с последующей фиксацией с помощью швов. Дислокация зоба, применение в случае фрецидива зоба с невозможностью экстерпации. Профессор Розумовский Василий Иванович создал список послеоперационных осложнений, а также описал способы их профилактики и их устранения. Для остановки кровотечения он применял тактику, которая применяется и в наше время. Это разорвать быстро рану, найти сосуд и перевязать. Сегодня вместо слова «разорвать» мы употребляем другое слово, но суть остается прежней. Для предотвращения повреждения возвратных нервов оставлять ткань щитовидной железы над нервом. В случае, если произошел разрыв трахеи или пищевода, считал возможным применить шов или тампонаду, смотря по обстоятельствам. Для предупреждения метаболических нарушений в организме Василий Иванович рекомендовал оставлять достаточный объем ткани щитовидной железы, применять препараты из этой железы и даже трансплантировать ее в брюшную стенку. Василий Иванович считал, что всем пациентам с данной патологией до операции необходимо выполнять фаларингоскопию для определения возможного поражения возвратного нерва и предотвращения двустороннего пореза мышцкартами, опасного для жизни пациента. Последняя рекомендация актуальна и в наше время, но, к сожалению, не все хирурги считают это необходимой мерой. Профессор Василий Иванович Розумовский подчеркивал, что инуклеация неприменима в случае очень больших зобов. Кроме того, он рекомендовал все операции на щитовидной железе выполнять под хлороформом наркоза и предлагал оперировать очень большие зобы в два приема. Вторая операция, по мнению Василия Иванович Розумовского, необходима только с косметической целью. Василий Иванович Розумовский, как и Александр Алексеевич Бобров, операции на щитовидной железе заканчивали дренированием раны, а не зашивал их наглухо. Дренирование и сегодня делается для профилактики и диагностики после операционных кровотечений. Были сформулированы следующие выводы. Василий Иванович Розумовский первый в России опубликовал монографию по щитовидной железе, повреждения и заболевания щитовидной железы. В ней описано анатомию щитовидной железы, влияние увеличенной железы на соседние органы и ткани. Розумовский Василий Иванович первый описал не только основные показания, но и методику к хирургическому лечению различных заболеваний щитовидной железы. Также профессор Розумовский Василий Иванович создал список послеоперационных осложнений и способы их профилактики. Написанная Розумовским Василием Ивановичем монография и его практическая хирургическая деятельность способствовала внедрению операций на щитовидной железе в хирургическую практику в России и за границей. Несомненно, Василий Иванович Разумовский внес огромный вклад в развитие териоидной хирургии в России и в Европе. Его монография была первой в России, которая позволила многим хирургам производить операционно-очетовидный железет с меньшей летальностью и с меньшим числом послеоперационных осложнений. Спасибо за внимание!